У Маши, Саши и Даши вместе 11 воздушных шариков. Сколько шариков там у Даши, Саши, Маши? Есть три человека. Маша, Саша и Даши. Всего у них 11 воздушных шариков. У Маши, Саши и Даши вместе 11 воздушных шариков. У Маши на два шарика меньше, чем у Даши. А у Саши на один шарик больше, чем у Даши. Сколько шариков у Даши? Да, пожалуйста. У Даши четыре шарика, у Саши пять. Почему? Наслежусь в северах. У Маши уже есть. Не Маши? А, количество шариков. Да. У Маши двоится. Да. У Саши уже есть. А у Даши уже есть. Да. Ну, у Саши на два больше, чем у Маши. Получается, у на один больше, чем у Саши. Да. А у Маши на один шарик больше, чем у Саши. Отлично. Дальше понятно. Число два нашел. Молодец. Ребята, это вполне решение. То есть, смотрите, он все выразил через количество шариков. У кого? У Маши. Одного человека. Так, отлично. Ваша версия. Для решения задачи для начала нужно понять, у кого есть троих девочек? Ну, не обязательно девочки. А главное, чтобы нас совершенно не волнует. Там девочки, мальчики. Три человека, да. У кого из них самое среднее количество шариков? В смысле, самое среднее. Среднее или не среднее все. Хорошо, пока это философия. Дальше. У Маши на два меньше, чем у кого. Значит, это не среднее решение. У Маши на один больше, чем у Даши. Он объясняет, что у Саши больше всего, у Маши меньше всего. А у Даши между ними. Дальше. А у Даши как раз среднее. Дальше. Если мы подойдем, что один сверенький, один движенный шарик, Саша, мы подойдем. Маша? Хороший путь. Кто? Смотрите, он просто хочет в каком-то смысле справедливости добиться. Просто берет и говорит, слушай, вот у тебя на шарик больше. Не будешь жаль, отдай к тому, у кого мало. Понятно, да? Такой человек, который хочет всех уравнять. Да? Вот. Давай, значит, Саша, отдавай свой шарик. Вполне разумно, да? Действительно, отдал. Тогда у Саши и у Даши стало поровну. Итак, что теперь стало? У Саши и у Даши поровну. А у Маши что? На один меньше. На один меньше. 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 Отлично. Можете представить, если брать по первым буквам писаного имени, то можно составить вот такое уравнение. Ага. Сначала уравнял, а потом все-таки уравнение. Да. 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 Ну, это вот у нас. Да, да, да. А ну, С. Да. Уже после уравнения, да? После этого мы и еще... Да, ребята, на самом деле, зря он все это пишет. Так что можно было просто продолжить процесс, что называется, уравнивание. Просто сбегать в магазин, купить еще один шарик и подарить несчастной Маше. И сказать, ни в чем себе не отказывай. Пусть у тебя шарик будет столько, сколько у всех. Не плачь. Всем всего... Поняли, да? Да. Все, 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 все уже все поняли. Шариков станет 12. Правильно? Да. Вот. Все, все, смотрите. Все уже поняли. Да я не этим, в космосе. Вы уже все поняли. Правда. А я так говорю, так как мало ли кто-то... Действительно. Действительно. А вдруг они вообще будут? Да. Давайте. Динус. Нет. Мы получим... Один. Да. Но, то же самое, уравнение можно написать, только вместо «д» поставить «ес». Но я его писать не буду. Значит, если в России 11, то мы баллы не учим. А давайте мы проголосуем. Кто считает, что он уже понял решение задачи? Ух ты. Еще не все. Не все. Кто считает, что не понял? Кому еще надо объяснять? Уже не получилось. Так. Грустно. Грустно. Тогда... После уравнивания было у всех у них. У Маши, у Саши и у Наши было 3. А значит, до того, как бегали в магазин, у Маши было 2. Теперь поняли? Да. Получится, что если 11 разделить на 3, и из этого вычесть 1, то мы получим столько, сколько. Грустно. У Маши сейчас. У Маши сейчас. У Маши сейчас. У Маши сейчас. У Маши. 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 Дело в том, что зритель или ученик или кто-нибудь еще очень часто сам лучше вас дорисует, додумает, домыслит. Ваша цель объяснить идею. Объяснить мысль. Стоит ли? Вот так вот. В том же еще и... Я если чуть-чуть запутался, я тоже. Это уже совсем грустно, в таком случае. в принципе, непременно договариваться. Совсем-совсем-совсем. И в этой ситуации, наоборот, надо все употреблять.